всем привет дорогие друзья и подписчики а также гости моего кулинарного канала я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд в этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления вкусного осеннего напитка латте который я добавил королеву осеннего стола тыкву получилось очень вкусно ароматно необычно чтобы узнать рецепт смотрите видео дальше желаю вам приятного просмотра для начала приготовления я беру кусочек тыквы вообще для двух порций так как я буду готовить две порции мне понадобится 75 грамм нарезаем кусочек этот на мелкие кусочки кубики пока нарезаете в этот момент у вас уже должна разогреваться духовка до 180 градусов потому что тыкву я буду запекать беру форму для запекания кладу на нее фольгу на фольгу тыкву можно слегка прикрыть можно оставить открытой и все убираем 45 минут духовку которая уже разогрелась до 180 градусов пока запекается тыква я приготовлю миндальное молоко беру 100 грамм очищенного миндаля чтобы его очистить я залил сначала его водой подержал три часа потом маленьким ножом очистил от кожуры теперь добавляю сюда 500 миллилитров воды стакан у меня мерный поэтому я знаю сколько налить воды и теперь измельчаю все погружным блендером чтобы миндаль мелко мелко измельчился а вода превратилась в миндальное молоко взбивал буквально полторы минуты и моё миндальное молоко уже готово осталось его только процедить беру глубокую миску уложу у нее марлю сложенную вдвое и выливаю сюда миндальное молоко и отжимаю теперь я буду варить кофе ставлю на плиту турку наливаю 180 миллилитров фильтрованной воды добавляю сюда две чайные ложки молотого кофе для варки две чайные ложки прям с горкой чтобы были слегка перемешиваю и варю почти до закипания когда уже сильно будет подниматься пена нужно будет снимать кофе почти стал закипать я выключаю подним огонь 45 минут прошло и тыква готова она уже достаточно мягкая сразу беру мерный стакан в котором я буду все смешивать и перекладываю ее в мерный стакан сюда же наливаю крепкий сваренный кофе наливаю сюда две столовые ложки сиропа топинамбура или любого вашего любимого подсластителя можете добавить выливаю сюда миндальное молоко все теперь взбиваю погружным блендером чтобы измельчилась тыква и появилась густая пена и все тыквенный латте уже готов сейчас он теплый для меня это достаточно если вы хотите горячий то перелейте в сотейник и прогрейте до нужной температуры и можно подавать я беру такую вот кружку для коктейлей или даже для смузи и наливаю сюда свой тыквенный латте добавляю щепотку имбиря молотого щепотку мускатного ореха и можно наслаждаться вкусом благодарю всех кто посмотрел это видео до конца тем кому понравилось не забывайте нажимать под видео палец вверх подписывайтесь если еще не подписаны и жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео желаю вам всего доброго